Когда плачут чайки, живых на Роккенджиме уже не остается. Так ли это будет в четвертом эпизоде? Мы его читаем вместе с вами и в конце, конечно же, узнаем. А сейчас продолжим чтение четвертого эпизода. Добро пожаловать. Мне так нравится, что когда выходишь из игры, пишут, что ждем вашего возвращения. Вот мы время от времени возвращаемся и продолжаем, друзья. Четвертый эпизод. Мой мир. Называется глава, которую будем читать сегодня вместе с вами. Эй! Он мой! Отдай! Нет, нет! Я съем его! Астма, астма, отстань! Левионе, сама здесь! Где они его стащили, хотела бы я знать. И теперь они с шумом и гамом дрались из-за какого-то пончика. Эй! Энджи-сама читает. Так что не могли бы вы хоть немножко угомониться. А сама-то как громко кричишь, Сатана? Тише! Вот глупые сестры. Чего орешь, Люцифер, а не Эсама? Тебе что? Что-то не нравится? Самая старшая и третья по старшинству сестры, вовсю спорили друг с другом. Даже при присущей им раздражающей быстроте перемещения, было немного смешно наблюдать, как они пытались сдерживаться. Они были наделены удивительной схожестью друг с другом. Вам позволено шуметь, но вы немного переборщили. Может быть, все же можно потише? Они могут делать все, что душа пожелает. Это ведь куда приятнее, чем смешки в классе. Да, когда сестры находятся вместе на двух-трех квадратных метрах, то кажется невозможно, чтобы не происходило постоянного напряжения между ними. Их склонности, которые олицетворяются грехами у каждой свой, находят друг на друга как коса на камень, и начинается, ну, в какой-то степени даже довольно забавная перепалка всегда между ними. Да. Вот уже... Ну, уже как бы не мыслишь их вместе в другой атмосфере. Энжи-сама! Энжи-сама, быстро перелистите страницу! Вы читаете слишком медленно! Мамона, ты любишь читать? А ты заметила, что делаешь некоторые вещи хуже, чем я? Мамона отвечает за авто. Туда же входит и жажда к знаниям. Но она хочет, чтобы эти знания принадлежали лишь ей. Так что имейте в виду, что она не дает людям своей книге, а то и вовсе сжигает их после прочтения. Мне нравится изучать вещи, о которых помимо меня никто и духу не ведает. Я люблю делать то, что другому сделать не под силу. Я люблю и теорию, и практику. И все же в этом эпизоде из всех сестер самое большое внимание пока что уделяется об Амоне. Может быть именно потому, что она будет здесь подругой Энжи. Потому что хочу знать то, что больше никто не знает. Тогда нужно смотреть виртуозила геймворлд. И здесь в каждой игре я раскрою для вас то, что не показывали еще на других каналах. И часто, очень часто, друзья, это подтверждается вашими комментариями после просмотра того или иного прохождения, когда вы пишете, что «Ух ты, вот что-то новое увидел». Поэтому обязательно знакомьтесь и с другими прохождениями на канале. Когда она говорила, ее глаза сверкали. Она посмотрела на раскрытую страницу и прочитала ее еще раз. Можно было понять, что грех сделал ее жаждущей прочитать ту страницу, и ее жажда была в разы больше моей. Как можно было заметить, моя магическая сила выросла по сравнению с той, которой я владела в первый день их призыва. Сейчас мне было под силу призвать всех семерых сестер Чистилища и спокойно читать книгу. То место, хоть я и не помню, где оно находилось, было тихим и спокойным, а рядом стояла скамья. Тогда я была совсем мала, потому и не помню. Но мне запомнилось, что те деньки, которые я там проводила, были очень беззаботны. Тогда с мамой, папой и даже братиком мы провели редкий счастливый денек, пока были вместе. Это прочно вписалось в мою память. Прохожие, сновавшие туда-сюда, совсем не замечали меня. Они попросту игнорировали меня и шли мимо, будто все было в порядке. Даже откровенное одеяние семи сестер не смущало их. Но они же просто их не видели. Ведь они их не видели. Но да. Если подумать, то я уже привыкла к нему. При условии, что меня саму не заставляют его носить. Я сидела на стильной скамье, запоминая хронологию мировой истории. В академической системе, основанной на коллективной ответственности, отсутствует терпимость к лентяям. Казалось, что для школы я была чересчур среднего класса. Согласно разговору тех заумных девиц, у всего класса бы резко повысился средний балл, улучшья свой собственный. Они любезно показали мне график, сделанный цветными ручками на листе ватмана B4. Я думаю, решение рассказать им все было неправильным. Но слово не воробей, я уже выложила им все, что думала. А, да, я уже забыла об этом из-за моей постоянной меланхолии. Семь сестер иногда возмущались, иногда застрадали, а иногда и плакали вместе со мной. Я действительно рада тому, что могу разделить с ними ношу моих переживаний, как с друзьями. Согласно им, поначалу они были мебелью, созданной для проведения кровавого ритуала Беату Ричи. А, судя по записке из бутылки, которая мне совсем не нравится, некоторые из них даже нападали на мою семью. Но я считаю, что бессмысленно подвергать их сомнению, а не мебель, и поэтому вынуждены повиноваться господину. Даже если они действительно нападали на мою семью, я не могу ненавидеть их. Потому что я ненавижу золотую ведьму Беату Ричи, или главную подозреваемую, тетю Еву. Энджи-сама! Скорее, страница, следующая страница. Ох, прости. Я утомилась. Не возражайте, если я отдохну. Когда Энджи говорит с сестрами, у нее в голосе пропадает безразличие, как будто они ей придают какой-то интерес к существованию. Вот сейчас, в последней фразе, я это второй раз уже услышал. Энджи-сама, ух ты! Вот это сейчас сквозняк чуть не разбил мне дверь. Энджи-сама решила прерваться. Азобо, азобо! Играть, давайте играть! Энджи-сама, давайте поиграем! Let's play! Заметив, что я перестал отчитать, самые активные и младшие сестры сбежались вокруг меня. И это еще не все. Мне так нравятся вот эти миниатюрные ограждения в виде пенечков таких, деревянных. Очень, очень люблю, когда их задействуют. Возникли даже Мария, Оние-чан и Сакутаро. Похоже, все это время они находились рядом, но спрятались, чтобы не мешать мне. Урю, Энджи, как учеба? Как учеба? Аааа, Сакутаро! Энджи-самет! Мамона. Любят Сакутаро, хотя они все его любят. Он такой милый, что они, наверное, затискали бы его. На сто процентов. Как дела? Эй! Я тоже хочу его обнять. Не мы ли говорили, что кто успел, тот и съел? Вот-вот, началось. Очаровательно, очаровательно. Урю! Вы ведь сломаете меня, Урю! Все, твоему счастью пришел конец, когда ты появился. Пришли и все семь сестер. Сдавайся. А мы обнимем тебя. Давай. Он ведь всегда не хочет. Я прошу прощения за моих придурочных старших и младших сестер. Все просто рады видеться, Сакутаро. Как дела, Энджи? Как учеба? Спасибо, но неплохо. Мой балл по тесту был достаточно хорош, чтобы обойти ученицы с параллельного класса. Их чувство солидарности мне достаточно, чтобы расплакаться. Ну, по крайней мере, это лучше, чем просто запоминать. Урю! Урю! Я уверен, что ты хорошо учишься, Энджи. У тебя обязательно будет большой балл, Урю! Урю! Хорошая работа. Просто у Марии всегда был маленький балл. Вот она и завидует. Старания ведь всегда будут вознаграждены. Интересно, что Мария здесь просто открытая и... Так вот... Непосредственно... Нет. Слово сейчас... После чтения сосредоточится в голове. Бесстрастно, наверное, да? Простодушно об этом заявляет. Ты шутишь. Если дело доходит до английского, латинского и оккультных знаний, твоя память куда более удивительна. Мария помнит все, связанное с магией, но то, что ей неинтересно, она не запоминает совсем. И это неинтересно и обычно связано с учебой. Ну, понятно, что оккультизм вполне подойдет, но твой балл по английскому и подобным предметам должно быть очень велик. В первом классе начальной школы, когда был тест по японскому, Марии была дана картинка пистолета и четыре квадратиков, которые нужно было вписать слово «пистолет». Вписала ружье, «райфу ру», и его зачеркнули. Ружье «райфл» и вот еще что-то «райфу ру». А, то есть она разбила так, да? По слогам. Но почему? Оно подходит? Подразумевалось японское именование пистолета «теппоу». Ага, понятно. Марии сказали, что это неправильно, потому что в первом классе еще не изучают катакану. Мария действительно не поняла и на всех следующих тестах писала хироганой, из-за чего попала в перепалку с учителем. С мамой тоже. Наверное, ты родилась в неправильной стране, сестричка. Тогда Мария хотела бы родиться в стране ведьм и поступить в школу для ведьм. Если бы это случилось, у тебя могли бы появиться друзья с намного более чудесной магией. Но сейчас же Мария не против всего. В конце концов, Мария может использовать много магии и у нее много волшебных друзей. Только Саку Таро уже было бы достаточно для Марии. Я не единственный. Есть еще Сакусуки и Сакукичи, музыкальная группа животных, морской котик Шивода Кун, кролик Санья Сан, мистер Пик Кун и многие другие. Это тоже все сотворенные дядьки? Или... Или кто они? Невероятно. Число друзей-сестрички продолжает увеличиваться. Каждый раз, когда я спрашиваю число имен, ее друзей увеличивается. Но нет сомнений, Саку Таро ее лучший друг. Я немножко завидую тем, у кого есть лучшие друзья. О чем думаешь? О семи сестрах? Ты ведь живешь с ними, да? Они очень энергичны. Иногда они говорят странные вещи, но они неплохие. Я бы хотела себе такую... Симпопусечку, как Саку Таро. Интересное слово. Но и быть рядом с ним мне достаточно. Симпопусечка. Интересно, да? Если бы я лучше знал о магии воссоздания, то я бы сделала тех друзей, которых ты так хочешь, Энжи. А для тебя воссоздание пока слишком трудно. Существует определенная разница между созданием и вызовом. А воскрешение уж и подавно от них отличается. Так получается, что твое самое сокровенное желание воскресить семью? Да. И у меня есть способ. Вот это. Верно. Твоя заколка станет ключом к призыву Батлера. А все остальное зависит от того, как ты подготовишься, Энжи. Хоть я даже и не знаю, сколько времени займет, все равно слезы на глазах выступают. Урю, мужайся, даже если тебе тяжело. Если ты не сдашься, Энжи, твое желание когда-нибудь обязательно сбудется. Если кто-нибудь смог дать мне гарантию, что оно сбудется, то тогда у меня хотя бы здорово полегчало на душе. Урю! Тогда я гарантирую тебе, твое желание однажды вне всяких сомнений не сбудется. Спасибо, я рада такому утешению. Это не утешение, Урю! Перестань, Энжи! Такое чувство может преобразиться в антимагический токсин. Тогда как нет лучшего семени, порождающего магическую силу, чем чувство, что твои мечты обязательно сбудутся. Пожалуй, что так. Извини, наставник. Вам надо быть поолчней, Энжи-сама. Заходите так далеко, насколько это потребуется ради обретения объекта ваших желаний. Вам не достает силы воли не сдаваться до тех пор, пока не заполучите желанное. Урю! Сонна вот такая! Не правда, Энжи старается за всех сил! Спасибо, Сакутаро, Мамона. Однако, с сокрушениями по этому поводу дело не поможет. Мне ничего не остается, кроме их удержаться. Я буду тяжело работать, стеснув зубы. И обязательно заставлю свои мечты сбываться. Непременно. Урю! Ты потрясающая, Энжи. Удачи тебе. Мамона и я будут поддерживать тебя. Да, мы поддержим вас. Чем молчим, наша госпожа, тем выше наша цена. Что важнее, Энжи-сама, нас наконец-то набралось тут 10 человек. Мы собирались все время сыграть в Шериторий или что-нибудь в этом роде. А за проигрыш наказания. Дайте мне потеребить да покусать чьи-нибудь ушки. Ёлки-палки, у тебя в голове есть что-нибудь помимо мысли, что пожрать? Пожалуйста, простите моих неразумных сестер за их дурацкие предложения. Разве вам сейчас и лучше было вернуться к учебе? Нет-нет-нет, я так долго ждала, когда вы закончите учиться, поэтому не перенесу, если вы не поиграете с нами. Полагаю, это неплохая мысль. Наверное, время от времени поиграть полезно, чтобы дать голове развеяться. Вы пляшете под дуд куленем, верно, Вельфин? Ваши слова разумны, но на деле выхитрите. Мои извинили, вы усердный человек, Энжи-сама. Если Энжи не возражает, я тоже не прочь поиграть со всеми. Все такие шумные. Игра определенно будет веселой. Урю, Энжи-энжи, давай играть. Давай играть. Давайте поиграем в Ширитори. В таком случае, давайте начнем с Сакутариного Урю. Итак, с чего же тогда начать? Рю? Рю? Скурю, ну, может, все-таки с Рю? Не с Рю? Слово с таким окончанием редко когда встретишь. Тогда я первая, начну с Рю. Смотровой стебелек. Рю-Зу. Я первая хотела это сказать. Рю-Зу. 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 Сгодилась бы идеально. Зу-Зу. Дота нам сплошь сложные окончания попадаются. Секундочку, а в каком порядке мы идем? Кто следующий? Лурио? Думаю, это не важно. Кто первый что-нибудь придумает, пусть то и выдает. Даже так звучит интересно, победит тот, кто предложит больше вариантов. Шриторина скорость. Тогда я скажу, Зучини, Часточная подлива. Нинику и Тамэ, Микабу и Паста. И они вкуснющие. Я сказала все три. Вельзи три очка. А можно использовать словосочетание. Если воспользоваться союзом И, то все сгодится. Последнее не в счет. Минус одно очко. Начнем с Мэ. Тогда Мария. Меренго. Ге-у. Бурю. Тренажная система. Обретенные земли и подвал. Гесуи-доу. Уми-то-течи. И чика-ши-цу. Что-то вроде такого? Они-сама. Все это неизящные слова. Ну и что? Тогда почему бы тебе не придумалось что-нибудь изящное в предложении? В любом случае, мне три очка. Дальше Цу. Хорошо? Цу. Никогда прежде не играл в такое странное территория. Ну, конечно, всю, наверное, прелесть и глубину этой игры можно только, будучи либо японцем, либо очень хорошо владея японским, понять. И, наверное, в оригинале. Читать, чем уже здесь в переводе. Ну, все же, даже так, достаточно забавно. Когда такие вот происходят моменты, кажется, что сейчас должен произойти какой-то взрыв. Ну, не буквально, вы поняли, что я имею в виду, чтобы эту милую игру прервать чем-то очень внезапным. Но посмотрим, будет ли здесь так. Мне доводилось играть в нормальное территорию, но в такое странное еще нет. Есть только бойкие семь сестер, Мария Оньячан, Сакутаро и я. Теперь я окружена друзьями, и мне так весело. Смелость принять мир магии и мир ведьмы. Одно это не изменило факта, что я все еще была заточена в этой академии. Без единой подруги из своего класса. Но, несмотря на это, я так весело и энергично провожу время. Я тоже стану ведьмой, как Мария Оньячан. И когда-нибудь добавлю в этот веселый кружок свою семью. Папу, маму и братика. И, если получится, Джорджа Оньячана и Джессику Оньячан. И всех остальных родственников. Я призову сюда всех, всех без исключения. Каждого человека. И мы соберемся дружной компанией. Такова моя мечта, точно. Пока я не предуспею в этом, я ни за что не отчаюсь. Я уверена, вы станете великой ведьмой Энджи Сама. Пока в вас есть вера, мы, семь кинжалов чистилища, всегда будем прислуживать вам на прихода этого дня. Ты будешь здесь? И неважно, сколь долгим будет срок, ты поделишься со мной своей силой? Разумеется, ведь я как-никак, но ваш друг, верно, Энджи Сама? Да, это так. Давайте поиграем вместе в дружной компании. Сегодня, в будущем. И всегда. Всегда. До того дня, когда сбудутся ваши мечты, Энджи Сама. Бойкая игра в территории на 10 персон, изредка прерываемая улицей под непрерывными яркими ручьями солнца, могла продолжаться вечно. Нет, ну в самом деле, как это понимать, Уширамия-сан? В конечном итоге, мне не удалось получить достаточно хорошую оценку по контрольной. Я попыталась по-своему запомнить материал, но если бы все запоминалось одной зубрежкой на всю ночь, никому бы не пришлось беспокоиться о тестах. Обычно, если заранее знаешь вопросы, можно же с легкостью хорошо написать, верно? С легкостью. Да, мы, конечно, не написали тебе ответы на них, поскольку подумали, что ты выучишь достаточно материала, не сдашь тест. Какого черта? Ты это серьезно? Поверить не могу. У тебя почти повсеместно отвечено неправильно. Ты хоть училась как следует? Более-менее. Такой результат более-менее не назовешь, Уширамия. Он настолько ужасен, что голова кругом идет, понимаешь? Господи, прошу прости ее за получение столь ужасной оценки, за столь простейшую контрольную, из-за чего средний балл класса упал ниже некуда. Необычная система мотивации учеников, средний балл класса. Я вот впервые с таким сталкиваюсь, сейчас задумался серьезно, насколько вообще хороша она в применении во время обучения. Эту контрольную сначала написал другой класс. Моему классу удалось заполучить листок с контрольными вопросами, поэтому средний балл за эту контрольную оказался необычайно высок. Достаточно высок, чтобы затмить мое легкое усовершенствование знаний. Однако имелось несколько вещей, которым я не могла найти оправдания. Если бы я потратила целый день, учась как сумасшедшая, то смогла бы получить оценку повыше. Но, увы, я так не поступила. Ведь тот день я потратила время на веселую игру в Шриторе с семью сестрами Сакутаро и Ония Чан. Как и ожидалось, победила Мария Ония Чан. Она оказалась сильным игроком из-за своих познаний о всяких разных вещах. Наказание досталось Сакутаро. Он потратил все время на подбадривание других давать ответы, совершенно забыв отвечать самому. Из-за этого его как следует затискали, а его уши заживали семь сестер, не так ли? Эй, ты слушаешь, Ушурамия-сан? Они окружили меня, галдя, как мелкие птахи. И они раздражали и противно пахли. Снаружи этого круга находилась Мамона с шокированным лицом. Эта школа, как обычно, не перестает поражать меня своей отстойностью. Разве им не в пору порадоваться за собственные хорошие оценки? Это, наверное, бодяга по поводу коллективной ответственности. Вместо беспокойства за собственные оценки, их больше заботит постыдность низкого-среднего-малого класса. Или, быть может, они ненавидят дежурства, назначаемые в качестве наказания. То есть, другими словами, они учатся не потому, что хотят получить хорошие оценки, а в силу ненависти к дежурствам из-за коллективной ответственности? Их снидают зависть и гордыня. Им противно ощущать приниженность по сравнению с другими, и они не хотят быть униженными. Это единственное чувство, которое подстегивает их учиться. Что за шумный народ? Почему они не могут сами этим заняться? Получается, без коллективной ответственности и дежурств у них нет никакой охоты учиться. Какой маразм учиться, не зная значения и смысла учебы? Однако, до чего же этот тупой и раздражающий сброд? Не смейте отнимать и минуты от ценного дня, Энджи-сама. О, ненавижу этих лохундр. Проваливайте. Я есть хочу! Исчезните немедленно! Простите, народ. Хотелось бы мне знать, почему люди такие бесстыжие. Наверное, потому что чем упорно трудиться самим, им легче заставить усердно трудиться вас и заработать высший средний балл для класса, тем самым потешив свою жадность. Все люди алчны, и они отягощают других своей алчностью, стремясь упростить себе жизнь. Однажды мы обязательно встретимся с ними на горе Чистилища. А когда они дойдут до пятой террасы, им лучше смотреть под ноги. Мамона управляет пятой террасой на горе, доходящей до небес, горе Чистилища. Поскольку это заявляет она, то можно не сомневаться, когда эти девчонки умрут, их путешествие на небеса будет не из легких. Нет, почему бы им вообще не отправиться в ад? Комитет класса отправился в студенческий совет и попросил воспользоваться классом во время большой перемены и после школы. Целью было организовать группу для повторения материала. Чудесное маленькое собрание, чтобы все они могли окружить меня и принудить учиться. Я так благодарна, что сейчас аж разрыдаюсь. А означало это, что каждый день вся моя большая перемена и вечерние часы шли коту под хвост. Академия и ее студенческий совет, исповедующий принцип ученического самоуправления, моментально дали добро на приятное занятие, которое ученики выбирали по собственной инициативе. Другими словами, побег из класса после школы был мне отрезан. После школы тут же началось первое заседание ученической группы. Открыли ли они учебник и любезно и тщательно объяснили мне материал так, что даже я могла бы его уяснить? Ага, сейчас, мечтать не вредно. Дюжина моих одноклассниц окружила мою парту. Но перед тем, как начать учиться, почему мои оценки столь ужасны? В чем причина? Было решено, что мы не сможем начать, пока я четко не отвечу на эти вопросы, не осознаю свою неправоту и не раскаюсь в своих поступках. Разумеется, я никак не могла ответить на такой вопрос. Они стали презирать меня. Они отвергали меня и держали на расстоянии, чтобы я не могла влиться в их общество. Поэтому я сама стала чураться их общество. Так, между нами не возникло бы конфликта. Так что, хоть эта группка и горела желанием повысить средний балл класса, они со всей очевидностью держали меня на расстоянии. Даже попытаясь я присоединиться к ним, они наверняка бы проигнорировали меня, как делали это в прошлом. Если попросишь, мы тебя чему угодно научим. Ладно. Ладно. Они начали заводиться. Я, в свою очередь, уже была с этапа горла и ханжеством, и лицемерием. Уширамия-сан, что в тебе плохо? Так это отсутствие чувства локтя. Тебе не следует думать, будто все в порядке, пока довольна только ты. Собравшиеся под крышей святой Люци должны владеть дружественной душой. Так ведь гласит книга для учениц, верно? Я считаю, что дружественная душа это то, что порождает желание учиться вместе и делать вклад в весь класс. Полагаю, именно этого тебе не достает, прежде чем браться за учебу, Уширамия-сан. А как ты сама считаешь? Эй, ты нас слушаешь, мы тратим свое послешкольное время, чтобы сказать тебе это ради твоего же блага. Понимаешь? Да, я сейчас прямо всплакну от благодарности. Разумеется, им это не понравилось. Со стороны это выглядит так, словно мы тебя обижаем. Вы говорили они мне. К счастью, меня нелегко довести до слез. Если мне говорят не плакать, я могу сдержаться. Сначала меня заставили написать покаянное письмо и зачитать его вслух. И разумеется, это надо было сделать сегодня. Комитет класса вежливо обратился в студенческий совет и учительскую для продления времени использования класса. Похоже, согласие было дано моментально. А это означало, что начиная с этого момента, я была приговорена к самокритике на битых пять часов. Уширамия-энджи получила низкую оценку по контрольной и доставила неприятности своим одноклассницам. Нет, не то, не ясно что ли? Получение тобой у плохих оценок и причинение нам неприятностей еще не корень всех зол, верно? Это дух содружества, понимаешь? Дух содружества. Дружие, почему нам даже приходится учить Уширамию-сан, как писать покаянное письмо? Их насмешки сыпались одна за другой. Я выслушала их наставления и стерла написанное мной. Уширамия-энджи не наделена духом содружества и причинила неприятности своим одноклассницам. Эй, погоди-ка секунду, это бессмысленно, если ты всего лишь напишешь сказанное нами, не так ли? Ты хоть знаешь, что означает покаяние? Не будет никакого прокур, если ты не напишешь это своими собственными словами. Я всегда считала тебя странной, Уширамия-сан, но это уже перебор. Даже следование их наставлениям не убавило их насмешек, а им захотелось и дальше помучить меня. И в течение нескольких часов без отдыха и даже без возможности сходить в туалет, не говоря уже о возможности перекусить, я вынужденно терпела унижение. Меня вынудили написать текст унижающего меня содержания. Ну, вообще, эти все принуждения к коллективизации в любого рода коллективах... Не зря, наверное, тоже здесь это затронуто автором. Это ужасно. Мне сейчас вспомнился еще фильм Чучело советский с Кристиной Арбакайте, когда она маленькая еще была. Да, когда вот это коллективные бойкоты, либо действительно есть люди разного характера. Иногда людям не хочется постоянно быть в этой общей тусовке, иногда хочется побыть одному, иногда не хочется с этим сообразовываться. Ну, когда начинают массово накидываться и заклевывать, что ты обособляешься, что это только тебе навредит, что ты не с коллективом, что с тобой что-то не так. Это ужасно. Это как стая гиен просто накидывается и грызет жертву. Странно, что людям это свойственно. Причем я наблюдал это в разного рода структурах. Это может быть и в образовательных, и в рабочих, и в религиозных. Короче, да, я тоже никогда не переносил этого всего. А в 9 часов вечера мне сказали встать и зачитать его вслух. Сам текст был увлажнен слезами и истерт ластиком. Почерк определенно принадлежал мне, но сами буквы были бездушны, и я не помнила, что они излагали. Все было написано по их наставлениям. То есть иногда кажется, что таким людям, которые вот сейчас в данном случае над Энджи подтрунивают, хорошо бы пойти и заняться собой, своими личными улучшениями, усовершенствованиями и своими проблемами. Или же, если действительно они хотят помочь Энджи, то сделать это с любовью, не коллективным давлением, а может быть несколько человек могут подойти, помочь, предложить. Возможно, Энджи сейчас вообще не расположена к этому, у нее есть какие-то проблемы. Ну а понимать, тут это еще и очень сильно в совковой идеологии применялось, когда личные вообще проблемы человека, там и личные мысли ставились на второй план, и главное было коллективное какое-то, коллективное достижение чего-то. Будь то там на заводе или еще где-то там. Да. И это на самом деле ужасно, потому что, ну такие коллективные модели, они вредят людям. Должен быть индивидуальный подход к каждому человеку, как личности. И такая модель лучше, чем коллективная. Все было написано по их наставлениям. И потому, хоть писала и моя рука, те слова мне не принадлежали. Но меня заставили написать их, а затем зачитать вслух. И даже спустя столько времени, я поразилась, узнав, что кроме игнорирования и кражи вещей, существуют другие способы обижать людей. Эй, скорее зачитай это вслух. Смотри, сколько людей задержалось тут, только из-за тебя, Оширомия-сан. Почему бы тебе хоть немного не отблагодарить нас? Почему бы Энджи просто не послать вас подальше? Не потому ли она не чувствует благодарности, что в ней нет ни крупицы духа содружества? Дух содружества, дух сотрудничества, дух команды, все это в разных местах называется по-разному, а суть одна. Не волнуйся, Оширомия-сан, отныне мы всегда будем вместе. Почему бы не учиться с нами и не изменить себя? Хорошо? Я стояла окруженная ими, опустив взгляд на почерневший листок, а затем я заговорила те унизительные слова, но на меня тут же посыпались насмешки, что, дескать, они меня не слышат и мне следует говорить громче. Я не могу прочитать это. Я и представить себе не могла, что оказаться принужденной прочитать унижающий меня текст будет так больно. В горле у меня пересохло, пальцы задрожали, унизительный текст, написанный моим почерком, ожог мне глаза горячей жидкостью. Мир у меня перед глазами расплылся и искривился. Я увидела, как окружающие меня девчонки искривляются и гнутся. Увидела, как они, искривясь и погнувшись, стали выглядеть так, какими я их себе представляла. Другими словами, таково было мое истинное зрение. За этой толпой виднелись мои друзья. В их глазах плескалось сострадание. Инджи, мужайся, курю. Мария, Ония Чан и Сакутаро смотрели на меня печальными глазами. Они, похоже, понимали, что даже дешевые слова сострадания ранят меня. Они то порывались сказать что-то, то опускали головы. Да что творится с этими людьми? Они отвратительные. Они песят меня, что веселого в окружении Энджи Сама и истязании ее. Неприяль, которую они не могут озвучить, несмотря на свою зависть. Пока они не могут озвучить ее, им все равно кого мучить. Хуже таких нет никого. Энджи Сама. В подобной ситуации не возбраняется обезумить от гнева ради вашей же чести. Гнев – адекватное чувство и реакция. Если вы не разозлитесь сейчас, то когда? Перестань. Не подзуживай Энджи Сама пустой злостью. Если бы Энджи Сама могла разозлиться, то давно бы уже так поступило. Так поступают, если злость может улучшить положение. Однако с объективной точки зрения злость сейчас только ухудшит тело. Это может и унизительно, но разумнее всего сейчас будет перетерпеть это. Ты прям лентяйка, Вельфер? Кончай валять дурака, мне невыносимо смотреть на это. Я не могу простить их. Послушайте все, успокойтесь. Так мы лишь перегрузим Энджи. Перегрузим? Что ты несешь? Разве сейчас место и время сохранять спокойствие? Мы, мебель, не настолько жестокие, чтобы хладнокровно наблюдать, как унижают нашу госпожу. Энджи Сама! Вы не обязаны зачитывать это унизительное письмо. Если вы не можете испустить гневный возглас, то хотя бы бросьте его на пол. Вам нет нужды пререкаться с ними, вам не нужно кричать так, чтобы от... Отогнулись. Просто, что есть сил, бросите тетрадь на пол. Поступив так, вы сможете продемонстрировать вашу сильную волю. Не городи огород, Мамона. Я тебе уже сказал, так? Если бы Энджи Сама могла, то давно бы так поступила. Моментальный вспышка эмоций, ничего не решишь. Почему ты никак не поймешь, что после такого поступка Энджи Сама начнут предрестать еще сильнее? Почему это происходит с Энджи Сама, когда она не сделала ничего плохого? Так, их вот тут тоже перепалка, только может усугублять ситуацию. И без того непростую, в которую Энджи сейчас загнала пребывание правила этой школы. Давайте, собственно, должна говорить кто-то одна. Не позвольте ей поесть и принудить ее так надолго задержаться после школы. Мне это противно. И это не только на сегодня, но и на завтра, и даже на послезавтра. Довольно! Нельзя же просто сидеть там, снося эти издевательства. Эй, ты нас слушаешь? Кто-то дернул меня за волосы. Меня вырвало обратно в жестокую реальность. Мне даже больше не дозволялось слушать семь сестер, говорящих от моего сердца. Мои волосы подняли вверх, а одно из моих украшений для волос открепилось и упало. Я услышал, как оно покатилось по земле. Никто не подобрал его. Наоборот, они ненавязчиво избегали его, словно к ним катилось что-то грязное. Я попыталась отследить свое украшение взглядом, но меня опять дернули за волосы. Почему ты никогда не слушаешь нас, хоть мы и говорим на очень серьезную тему? В одно ухо влетело, а из другого вылетело, да? В этой твоей дубовой башке хоть что-нибудь задерживается? Возьми себя в руки, а! Ты соображаешь, какие неприятности нам причиняешь? Ты же не собираешься заявить, что написала все это с неохотой, поскольку мы заставили тебя, а? Пока ты не проявишь искреннее добровольное раскаяние, это не закончится, поняла? Это не только на сегодня. Это продолжится и завтра, и послезавтра. Поняла? Не выпендривайся перед нами, ясно тебе? Я не понимаю, почему ты еще жива? Это вообще нормально, вот так жить? Я бы на твоем месте уже давно померла. Ты не можешь так жить, не находишь? Поскольку твоя жизнь будет только мешать другим людям, верно? Я бы на твоем месте такого не пережила. Да-да, я бы тоже умерла. Если бы мир от этого только выиграл, я бы умерла на месте, верно? Тогда умри. Энджи-сама... Энджи-сама... Убейте их всех! Люцифер, ты меня слышишь? А? Вы, семь сестер Чистилища, являетесь невероятной мебелью, способной в один миг убить человека, верно? Вы хвастались мне этим? Тогда сделайте это! Убейте их прямо сейчас! Прямо здесь и прямо сейчас! Ну, по какой-то причине Люцифер метила. В чем дело? Что случилось? Уже смертоносноточная мебель, летающая быстрее, чем успевает заметить взгляд, и моментально пробивающая сердца врагов ведьм, верно? И я приказываю вам, как ваш господин! Немедленно выполняйте приказ! Убейте! Убейте их всех! Энджи-сама... Умоляю, успокойтесь! Если бы они моментально последовали моему жестокому приказу, завалив глаз трупами, в центре которых стояла я, я была готова раскаяться в своих горячо поспешных действиях с готовностью отобрать человеческую жизнь, была готова сожалеть и каяться, как они того и хотели от меня. Я была готова к такому. И тем не менее, Люцифер напустила себе на лицо вооружение неуверенности и не выполнила мой приказ. Я поняла. Я уже какое-то время понимала. Смутно. Нет, не так. Я знала с самого начала. И так, я поняла, что вся эта магия просто пустышка, так ведь? Семь сестер Чистилища... Ага, как же! Глупости, глупости! А ведь я с самого начала знала! Энджи-сама! Я злобно уставилась в глаза никчемного лица Люцифера. И похоже, что мой взгляд сопровождался болью. Как будто на нем напала мучительная головная боль, Люцифер схватилась за голову обеими руками. Однако она, похоже, не могла отвести свой взгляд от моего. И боль ее от этого становилась все сильнее и яростнее. Никчемные, никчемные, ненавижу вас! Исчезните! Вы не более чем бред в моей голове! Счастье и разочарование Опускание рук и конец мечты Один раз прозвучал треск, какой можно услышать от замерзшей поверхности пруда лютой зимой. Одновременно с этим фигура Люцифера, мучающегося от ужасной боли, застыла на месте и потянулась дымкой. Она напомнила красиво отполированное окно, которое оказалось бессердечно разбито и побелело от бесчисленных трещин. И это была точная аналогия. В какой-то момент фигура Люцифера превратилась в стеклянную статую той же формы. Изнутри по ней побежали бесчисленные трещины, отвалились руки и голова, и сама она повалилась на пол. Люцифера, кто вторая сестра? Левиафан? Выполняемый приказ, сиюжи минуту убей всех! Нет, ну, Энжи Сама! Хорошо, вас успокойтесь и выслушайте. Очень интересно, почему они этого не делают, потому что вообще они в предыдущих эпизодах убивали с удовольствием. Ну, я сразу несколько причин в голове прокручиваю. Типа тут токсин слишком высокий, антимагический, либо еще Энжи не обладает достаточной властью, ну, либо еще что-то. Но вот интересно будем узнать, почему они так, так, когда здесь реагируют неожиданно. Мы... Я жду не оправданий болтовни или ответов. Мне нужно не более чем немедленное исполнение моего приказа. Изничтожить унижающих меня девчонок. Если ты собираешься сказать что-то еще, мне нет нужды выслушивать тебя до конца. После того, как Левиафан тоже побелела из-за бесчисленных трещинок во всему ее телу, она упала на спину и разделась... Разделалась! Вот, на отдельные части от шеи, бедер и рук. Если бы она разбилась на кусочки и лишилась изначальной формы, это было бы даже менее жестоко. Поэтому, увидев их в таком состоянии, оставшиеся сестры затряслись еще сильнее. Почему вы не слушаете моих приказов? Почему? Почему? Мои извинения. Здесь, при данных условиях, слишком сильно антимагическое поле и... О, значит одно из моих предположений оказалось верным. Не поняла. Вы не можете сделать это из-за присутствия тут людей? Такова твоя логика? Разве убийство людей не ваш конек? Если вы этого не можете, то какой от вас прок, как от мебели? Умрите! Прошу, пощадите меня и уже сама. Сжав голову обеими руками, сатана тоже побелела и упала лицом вниз. Видите, оказывается, их можно так просто победить. Таким способом, как это Энджи сейчас делает. Похоже, шея все-таки является самой стройной частью. Ее голова соскользнула и подкатилась к ногам Гелифигора. Не можете сделать это из-за большого чувства присутствующих здесь людей. Тогда, похоже, я позову их в темное место одно за другой, а вы устроите им кровавую баню, так? С вашим уровнем магической силы на данный момент вы можете с емкостью разговаривать с нами. Однако вы еще недостаточно тренированы, чтобы материализовать нас перед всеми людьми здесь. И в этом, получается, друзья, мои предположения оба оказались верны. Это, безусловно, радует. Я хорошо понимаю ваш гнев, но даже если бы вы смогли применить нас для нападения и убили всех присутствующих здесь, то лишь бы ухудшили ваше положение. Да, я считаю, это его унизительным, но прошу вас, обладайте своим гневом хоть на какое-то время. Еще одну разбила. А то, вставшись от трех, будет аналогичный ответ. Забирайтесь брехать, что тут слишком велика антимагическая сила. Что? Не можете, потому что моя магическая сила слишком мала? Бьет, как в Орле и Белосервис, как в Касской Фредице. Вильфигор. До Вильфигора дошла. Большой Вильфигор. Четвертая персона мебели. Какой-то там предмет. Тогда я не буду просить вас убить их. Хватит и одного человека, поэтому пробуйте убить его. Прямо здесь и сейчас! Осмодей и Вильзевул, обнявшись, присели на корточке, сгорчившись от страха под моим взглядом. Пусть они способны выполнить мой приказ, то уже сразу бы выполнили его. Но поглядите на них, порчатся от ужаса. Пустышки. Жалкие и безнадежные девки. И ведь я же на самом деле знала, эти девчонки даже пальцем не могут тронуть реальность. Нет, 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 Вильзи, мне страшно, Вильзи. Тем же самое, пощадите нас, пощадите, я не хочу умирать. Умри, никчёмная мебель. Ну да зачем вообще вы живёте на свете? Почему живы, когда вашей жизни не стоят ломаного гроша? Что такого особенного в вашей смерти, верно? Умрите! Я приказываю вам умереть! Вы думаете, будто найдётся идиот, который оставит при себе бесполезную мебель? И остаётся Мамона. Умоляю, остановись, Энжи Сама! Чего тебе, Мамона? Ты окажешься единственной, кто всё-таки выполнит мой приказ? Неверно. Ты же мой лучший друг. Ты одна это и сделаешь. Взять их! Энжи Сама, будучи такой, какая вы сейчас, даже если вы примените нас, вы не способны совершить убийство. Долг мебели помогать господину в действиях, которые он способен совершить. А то, чего не может сделать он, не под силу и нам. Вы ненавидите их, Энжи Сама? Ненавидите, так ведь? Я правда понимаю, почему вы хотите убить их. Что ж, в таком случае возьмите и убейте их, Энжи Сама. Если вы запятнаете свои собственные руки кровью, то мы, семь сестёр Частилища, зайдём с вами так далеко, насколько возможно. Насколько возможно! Я прошу вас, девчонки, потому что сама не могу, непонятно что ли? А разве не способность совершать то, что не могу я, делает вас мебелью? Да, мы мебель. Мебель для использования. Поэтому прошу вас, пользуйтесь нами для убийства. Убивай будете вы, Энжи Сама. Если вы заявляете, что хотите убить, то вам и карты в руке. Отбросьте колебания и сделайте это. Как только вы соберётесь с духом, как только будете готовы испачкать руки, тогда мы вам и поможем. Но вы, Энжи Сама, этого не сделали. Не тряпи языком, мебель. Ты галлюцинация! Всё, поняла, повторять не надо. Вы, девчонки, ни на что не способны. Вы не более, чем мои галлюцинации, иллюзии, бред. У меня с самого начала не было ни одного друга. Вы же всего лишь фантом, воображаемый друг, сотворённый в моём сердце из-за одиночества, так? Я с самого начала знала это! Да, именно так. Мы иллюзия, порождённая вашим сердцем, и что с того? Да, это правда. Мы всего лишь воображаемые друзья, созданные для смягчения одиночества вашей души. Потому что у вас нет ни одного друга, ну и что? Если вам так хочется взглянуть реальности в глаза, так валяйте. Смотрите. Тогда перестаньте смотреть на нас и вернитесь туда, в круг из насмешек. Давайте, ну же, возвращайтесь домой в реальность. Вам нас зовите тогда, когда вам удобно, и притворяйтесь, будто у вас есть друзья. А затем срывайтесь на нас, хотя у вас не хватает духу испанкать свои руки, а затем отрицайте и стирайте нас после осознания безнадёжности вашей затеи. Так развлекайтесь же, это же самое. Я испущу вскрик ужаса, как вам того и хочется. Просто имитируйте насмешки, которыми вас сейчас обливают. Победите себя так с нами, чтобы дать выход накопившейся в вас безысходной гости. Это долг мебели. Это тоже долг мебели. Быть ударенными об пол, когда кто-то выводит вас из себя. Также важный долг мебели. Если одно это способно хоть на мгновение прогнать дурное настроение господина, то для мебели нет чести более великой... Убейте меня! Вашего первого и последнего друга! К концу её речи, лицо Бомоны приобрело насмешливое выражение, но по какой-то причине в глазах её плескались слёзы. Бомона, Вильзевул и Асмодей разбились и упали на пол. Вильзевул и Асмодей Напряжённо. Уврю. Пойди сюда, Сакутаро. Энджи сейчас слегка на взводе, поэтому не подходи к ней. Ну как же, девочки? Живили семь сестёр или уже умерли? Всё в порядке. Смотрится неприятно, но это остатки сосудов, остающиеся после того, как их наполнение издогнуто из мира людей. Оболочка сброшена, так что не переживай, им наверняка здорово досталось, но они в порядке. Все живы. Уверена, когда-нибудь мы сможем встретиться. Какое облегчение! Какое облегчение! Энджи нарушила договор Мери Шорсер совершить столь ужасный поступок, и это при том, что ведьмы-альянсы должны уважать и принимать друг друга. При том, что все были твоими дорогими друзьями, Энджи. Нет, альянс ведьм не имеет к этому никакого отношения. Волшебные друзья? Не смешите мои тапочки. Я убила их. Стерла их. Я разбила семерых сестёр! Урю, какая жестокость! Это слишком жестоко. Завязывайте уже с этой игрой, ведьм. Умоляю вас. Мария, Ониэ-чан и Сокутаро, я хочу, чтобы вы исчезли сами, поскольку, хоть вы являетесь моим воспалённым бредом, я не хочу убивать и стирать вас. Мы не бред! Мы твои друзья, Энджи! Урю! Сказал Сокутаров, схлипывая и прячась за Марией, Ониэ-чан. Сокутаро не существует. Он тоже созданная сестричкой иллюзия, призванная отвлечь её от одиночества. Урю, больно! Бонда, Мария! Нанде! Почему? За что? Перестань. Отрицание моего друга поступок, которого я не допущу. Та же сила, что разбила семь сестёр, сейчас наверняка въедалась и в Сокутаро, но Мария, Ониэ-чан, по-видимому, защищала его какой-то другой силой, потому Сокутаро не разбился и не рассеялся. Взгляд Марии, Ониэ-чан резанул меня. Столь серьёзного взгляда у неё прежде я никогда не видела. Сокутаро, моя мебель. Ты не можешь стереть его, Энджи, однако отрицание кого-либо для ведьмы является величайшей формой презрения. Сокутаро не существовал с самого начала. Он всего лишь мягкая игрушка в виде льва. Ониэ-чан, персонифицированный тобой призрак из бреда твоего разума. Не правда! Сокутаро, друг Марии, раньше он был мягкой игрушкой, но теперь нет! Нет, он мягкая игрушка. Игрушка из воды и хлопка. Он не может сам передвигаться и разговаривать. Ты разговариваешь за него как чревовещатель, верно? И это, по-твоему, магия? Такое ты называешь ведьмой? Такое ты зовёшь другом? Я не приму этого. Марио, я... Не я... Я... Всего лишь мягкая игрушка, которая не может разговаривать и не является другом Марии. Вид Сокутаро стал слегка замученным, словно его одолела высокая температура. Вцепившись в сестричку, он изо всех сил старался продолжить стоять, но его тело стало потихоньку соскальзывать на пол. Пока он тихонько падал, сестричка со слезами, текущими по её щекам, закричала на меня. Стой! Не жги Сокутаро антимагическим токсином! Не обижай его! Не оскорбляй его! Не отрицай его! Марио, не чан, ты чудная! Нет здесь никакого Сокутаро! Мягкие игрушки-то мягкие игрушки! Мне мама рассказала, что их делают из ткани и хлопка. Откуда им ходить и разговаривать? Урю! Ты не мягкая игрушка! Ты не мягкая игрушка! Ты друг! Вместо того, чтобы играться с мягкими игрушками, тебе лучше поиграть со всеми на улице. И вот она опять счастье Марии ломает. Мне мягкие игрушки уже одеяли. Я больше не люблю тебя, Энджи! Зачем говорить такое? Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Больше не подруги! Больше не подруги! Я больше не позволю тебе быть одной из нас, ведьм. Своим именем обучающейся ведьмы из тока Марии, в настоящем я исключаю обучающуюся ведьму Энджи из Marriage Sorcerer Альянса Ведьм. А затем дни, бывшие мирными для меня, стали грезами и развеялись. Возможности удостовериться больше нет. Никто не может удостовериться, действительно ли это была магия, а те девушки и львенок моими друзьями. Либо же то была всего лишь иллюзия. Я, будучи единственным наблюдателем, пришла к выводу, что это иллюзия. И этот вывод стал правдой. Наверное, в отдаленном будущем я вновь подниму это воспоминание и признаю, что случившееся не было сном, что семеро сестер Чистилища были моими друзьями, и вместе с Марией Ониичан и Сакутаро они делали все, чтобы скрасить мое одиночество. Нечто столь неясное не является ни правдой, ни иллюзией. Наверное, реальность здесь и сейчас единственный мир с настоящей мною. Где же настоящее я? Человек, стоящий среди осколков стеклянных скульптур девушек, еще недавно бывших живыми существами, тяжело дышащий с вздымающимися плечами, не я. Место, где нахожусь я, расположено вон там. Та я, что окружена толпой, обливаемая досмешками, повесившая голову с покрасневшими глазами. Разве то я, стоящая там, не являюсь настоящей мною? Я больше не буду грезить, потому что бежать больше некуда. Я возвращаюсь. Я верну себя в клетку из плоти. Эй, ты нас слушаешь? Проблемы не решаются сами собой, если ты будешь просто стоять тут, повесив голову, а? Я слышу вас. Наконец-то ты соизволила ответить. Ты ведь не думаешь, что это закончится, если ты будешь молчать, или что мы простим тебя, если ты заплачешь, верно? Мы спрашиваем, соображаешь ли ты? Соображаешь ли ты, сколько проблем причиняешь окружающим тебя людям? Я медленно кивнула. Своим кивком я выразила признание. Я признала, что ускользнула в мир грез, пытаясь отделиться от других в моем классе, чтобы опозорить их и отстраниться от них. Этих девушек, ободряющие и по-доброму разговаривающих со мной, но не преуспела. Я признала это. Я, у Шарамея Энджи, не наделена духом товарищества и причинила проблемы своим одноклассницам. Причиной этому является не что иное, как мой безмерный комплекс неполноценности по отношению ко всем моим одноклассницам из-за моей неспособности трудиться. И... Постыдно, что я вообще живу. Начиная с этих слов, я больше не читала текст, который они заставили меня написать. Это была моя импровизация, идущая от сердца. Они тоже заметили, что я не произношу ожидаемые ими слова, но хоть они хмурились, ни одна не сказала ни слова. И я продолжила. Правильно, постыдно, что я все еще жива. Мне следовало уговорить их взять меня с ними в 1986 году. Однако же меня не взяли. Что я вообще здесь делаю? Это не мир, в котором мне следует быть. Никто не спасет меня. Какое-то время я полагала, будто воображаемые друзья, сотворенные мной, способны спасти меня. Но эти друзья оказались не более чем иллюзией и не спасли меня. Вот сейчас доведут Энджи до самоубийства. Эти все коллективные помощники. Ведь все-таки это не мир иллюзия, суровая реальность. Короче говоря, до сегодняшнего дня я плавала в одних и тех же грезах. Я ненавидела своих настоящих одноклассниц и жила, общаясь с иллюзорными друзьями. Там, видимо, должен быть С, а не И, Союз. И вот, прямо сейчас я с ними порвала. И вот я здесь. У меня нет семьи. Вдобавок я отбросила своих друзей. У меня больше ничего не осталось. Почему я не умерла? Кое-кто недавно задал мне этот вопрос. Полагаю, они правы. Почему я жива? Хотела бы я знать. Мне следовало погибнуть в 1986 году. Нет, наверное, я действительно погибла. И, однако же, моя убитая душа все еще заперта в этой клетке из плоти. Поэтому я спрошу кого-нибудь. Если никто не ответит, я отвечу сама. Кто-нибудь. Умоляю. Дайте мне умереть. Закончив говорить, я огляделась. Опешившие девушки, шокированные девушки, девушки, чей вид говорил, что они понятия не имеют, что несет эта девчонка, и с некоторым запозданием лица девушек, говорящие у нее с головой. Все в порядке? Шепот. Бормотание, а затем хихиканье. Когда я приказала друзьям из моих грез убить их, они не смогли выполнить мой приказ. Поэтому я попросила настоящих людей убить меня. Но разумеется, эти девчонки тоже не способны на такое. Другими словами, что грезы, что реальность, все едино. Не означает ли это, что, включая этот мир, абсолютно все является грезами? Тогда ведь нет никаких проблем, верно? В конце концов, в тот день, когда я лишилась своей семьи, я уже умерла. А все, что случилось после, является не более чем моим бредом, жизнью, мелькающей перед глазами после того, как мне не удалось умереть. Как только я осознала это, я ощутила, как обозреваемый мною мир начал слегка изгибаться и извиваться. Да, я наконец-то проснусь. Покину мир грез. Я чувствую, как теряю сознание. И хорошо. Ускользай далеко-далеко. Унеси меня к моей семье. Поэтому, что бы ни произошло в этом искаженном стылом мире, меня это совершенно не касается. Я увидел, как толпу растолкал подбежавший учитель. Видать, делающий обход учитель заметил странное сборище людей. Он что-то громко кричал, подходя ко мне с намерением защитить. Наблюдая это, я знала, что пришел мой союзник, пусть хоть и один, и ощутила, как мое сознание слегка вернулось ко мне. Единственные, кто могут спасти меня в мире реальности, это настоящие люди. Никогда, никогда больше я не стану искать убежище в мире грез. Это мир людей. Единственные, кто способны спасти человека, это сами люди. Что ж, если ты так считаешь, что это твой мир, Энджи, может ли Энджи стать так счастливой? Если Энджи верит, что это единственный путь к счастью, то только так. Если она не способна принять синюю птицу в клетке, такой, какая она есть, то ей суждено вечно пребывать в поисках. Угру, Мария, ты порываешь отношения с Энджи? Отнюдь. Я поступила так лишь потому, что этого желала сама Энджи. Нас, ведьмы, иногда не подвергают гонения, однако мы всегда остаемся рядом со всеми. и у нас всегда можно попросить помощи. Но станет ли день, когда Энджи снова поиграет с нами? Или он окажется забыт и никогда не настанет? В мире людей это называется взросление. И тем не менее, если Энджи хотя бы вспомнит, мы всегда будем рядом с ней. А пока мест мы будем ждать. И мы с вами будем ждать. Ждать следующей части новеллы, когда плачут чайки на Виртуозила GameWorld. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok